Доро-доро дорогие друзья, всем веселого настроения, с вами Олежа Веселов и сейчас мне хотелось бы подвести итоги, сколько же мне удалось заработать на перекупстве и обмене валют. И для тех, кто не в курсе, да-да, не удивляйтесь, есть на самом деле такие люди, которые еще не в курсе, что несколько месяцев назад случилась такая, скажем так, сложная ситуация в мире, из-за чего курс валют повысился до 130-140. И буквально недавно он упал до 50, ну а на сегодняшний день он уже стоит 65. И благодаря этому я начал заниматься перекупством и обменом валют, потому что как и в жизни повысился и понизился курс, так же и в МТА на проекте CCD Planet тоже курс повышался и понижался. И благодаря этому некоторые машины стали стоить очень дешево, а так же я снимал ролики, как я занимался перекупством, какие машины покупал я на БУ рынке, а так же рассказывал про обмен валют. Ну а сейчас давайте потихонечку отправимся на аукцион, там я уже потихоньку вам буду так же рассказывать, какие машины я покупал, почем я их покупал и за сколько я их продавал. Потому что там разница довольно таки хорошая, потому что были некоторые машины, за которые там буквально за 5 минут я смог заработать там полтора миллиона, полмиллиона. Так, худ надо убрать и заходим на аукцион. И посмотрим, сразу же зайдем во вкладку мои аукционы. Сейчас у меня стоят BMW E92, которую я купил за миллион девятьсот, то есть я планирую ее продать за два с половиной. То есть здесь тюнинга на семьсот косарей, плюс винильчик есть, я думаю это хорошая цена. Правда несколько дней я уже не могу ее продать, но в дальнейшем ее естественно по-любому купят. Ну по-любому же ее купят, ну пускай даже неделя-две пройдет, но ее по-любому купят. Дальше этот Chevrolet Corvette покупал за 3,3 миллиона. Ну и конечно же планирую продать за 3,8. Прибыль составит полмиллиона. Я думаю, когда курс еще немного повысится, ее обязательно купят. Хотя в принципе у меня и подороже, кажется, покупали Corvette. Но единственное было отличие, что тот был тюнинный, а этот можно сказать практически стоковый. Ну и давайте дальше перейдем к Silvia S13. Ну а цену этой Silvia S13 я назову позже, а вы пока попробуйте угадать эту цену и написать в комментариях. Ну а мы опустимся ниже. Вот например Ford Raptor, который я покупал за 2,2 миллиона. И продал его за 2,7. Достаточно такая хорошая прибыль. Также возьмем вот этот Corvette, который я продал за 3,7 миллиона. А купил я его за 3,2. И прибыль составила полмиллиона. И примерно с такой же прибылью я продавал все остальные Raptor, вот Corvette. То есть вот я также продал за 3,850 смог продать. А этот Raptor я вообще за 3 миллиона продал. А покупал его по-моему за 2,4 где-то. Даже вот некоторые машины я окупился не то чтобы в полмиллиона. Некоторые машины я окупился даже в 700, 800 тысяч. И да, я немножко тут пропустил вот этот Nissan 350Z. Его я покупал по-моему за 520 или 530 где-то в этом районе. У меня все на листочке записано. И чуть позже я посчитаю прибыль, сколько же я смог заработать. Ну и продал, естественно, я его за 900. Нет, не за 900, я его, кажется, продал за 825, потому что здесь сделали ставку. Также посмотрим на Audi S8. Ее я брал за 4,2, как мне помнится. Не помню, вот именно эту я брал за 4,4 или за 4,2 ее брал. То есть если я взял ее за 4,2, то прибыль составила почти миллион. Ну то есть 900 косарей. А естественно, если я взял ее за 4,4, то прибыль составила 700 косарей. И давайте, конечно же, опустимся еще ниже. Ну да, у меня тут просто Raptor, а это уже давнейшие фотки. Это еще было до перекупства. И сейчас это все, вот эти все лоты, были куплены на втором сервере. И да, давайте я уже наконец-таки назову цену. За сколько же я купил Silvia S13? А ее я купил с БУ рынка за 240 тысяч. А смог продать ее за 700. То есть вроде как обычная такая тюниная Silvia Tuna. Тут примерно на 550 косарей. И действительно, если по ставке, то можно сказать, что вы покупаете тюнинг, а машину вам даю в подарок. Ну и давайте перейдем в мои ставки. Тут я хотел вот купить вот такие машины. То есть за 16 миллионов можно было купить Huracan. То есть многие привыкли до всей этой ситуации, что там 21, 22, 23 миллиона стоит Huracan. Вот так же Ferrari стоит по 23, там по 25 миллионов стоило. А сейчас смотрите просто какие цены. Мало того, что Full Tune там вот даже диски были за 1,2 ляма. Винил, Perl, все такое вот. Буквально за 19 миллионов. Но, к сожалению, я ее не купил. Эту ставку перебили. К сожалению, я рассчитывал, что ее не перебьют. Кстати говоря, она, кажется, 54 минуты назад должна была закончиться. Да, и, кстати говоря, я даже не обратил внимания, что такой номерок. А правда ли был такой номерок? Я не знаю. Возможно, ее кто-то выкупил. Ну да, скорее всего, блин, что я вообще несу? Конечно, ее выкупили, раз ставку перебили. То есть в идеале вообще какую-нибудь стоковую можно было взять за 16 миллионов. На шестом сервере, например, я взял, ну, тюнинную. Да, она там была тюнинная. Не так уж не ФТ, конечно. Но достаточно хороший тюн взял за 16,5 миллионов. А вот кто бы мог подумать, что когда-нибудь Ferrari будет столько стоить? Ну и также с Фордом Мустангом. Я хотел его купить за 2,2, но, видимо, кто-то перебил ставку и выкупил его. Ну и давайте перейдем на пятый сервер. Я погожу, какой прогресс у меня там. О, господи боже, наконец-то свершилось то самое чудо. Наконец-то заработал пятый сервер, потому что со вчерашнего вечера как пятый, так и шестой сервер не работали. Я не знаю причину, и об этом даже нигде не писалось. Сейчас я наконец-таки зашел на пятый сервер. Я этого дождался, когда он включится. Вот так, подъезжаем к аукциону. Кстати, друзья, вот здесь есть вот такая фигня. А почему уже нету? Ладно, ну бывает, она иногда пропадает. То есть вот здесь вот высвечиваются иногда топ-строители. Там кто сколько балок внес? Там 2, 2,5. Вот кто знает? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что это вообще за фигня. Итак, я хотел вам показать, собственно говоря, свои аукционы. Что я смог заработать и что продать. И да, наверное, многим уже бросилось в глаза вот это Пагани Зонда. Я ее продал за 130 миллионов. То есть я ее продавал несколько дней. Делал там, по-моему, ставку 110-108 миллионов и за 125 выкуп. Никто не хотел брать. И как на следующий день я только выставил цену 130, и ее сразу же в этот день и купили. И меня это прям радует. Потому что на 5 миллионов больше купили, чем я выставлял предыдущие дни. Это вообще супер. Ну а давайте вы попробуйте догадаться, за сколько я ее купил. А некоторые из вас могут знать, потому что в своей группе ВКонтакте я делал опрос, покупал ли я эту Зонду, и там была видна цена. И да, я купил ее на БУ рынке. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое, что можно найти какую-нибудь Пагани Зонду на БУ рынке. Такое бывает. Такое случается, и мне очень повезло ее там найти. Ну и я думаю, что вы понимаете, что там цена была небольшая. Причем это было в тот момент, когда доллар, по-моему, там 52,5 или 53 был. То есть это вообще прям шикарная цена. И купил я ее за 88 миллионов, там 900 с чем-то тысяч, но я буду округлять за 89 миллионов. И ушел в плюс на 41 миллион. Вы просто представляете себе, с одной перепродажи я ушел на 41 миллион. После того, как я выехал, ко мне подъехал знакомый такой, привет-привет. А с ним был чел такой, вау, ты что, с БУ рынка взял там? Да-да, мы такие разговорились. И у чувака не хватило денег, чтобы ее купить. А так он мог ее купить. И если бы он купил, то я бы, конечно, не успел. И даже не знал бы, наверное, что она продавалась на БУ рынке. Но так как мне повезло, что у чувака не хватало денег на ее покупку, я сам ее купил. Ну да, и продал за 130 миллионов. Но мог бы подождать месяц-два, когда доллар, евро бы уже выросли до 75, там до 80. И я бы, скорее всего, мог бы продать там за 140, за 145, там, а то и вообще за 150 с лишним миллионов эту погани зонду. Но так как я сейчас охочусь за Агерой, я попытался продать погани подороже. И у меня это получилось. Хотя я не надеялся, что ее за столько возьмут. Но давайте не будем зацикливаться на погани зонды и перейдем к Форду Раптору. Вот его я продал за 2,9 миллиона. Покупал, по-моему, за 2,2. То есть все Рапторы и Мустанги Форд GT я покупал в районе 2,1, 2,2, 2,3. То есть самое большое, наверное, что я покупал, это 2,4 миллиона. И в основном все я продавал за 2,7, за 2,8, 2,9. И даже, по-моему, были такие Форды Рапторы, которые я продавал за 3 миллиона. Ну и также, допустим, перейдем вот к этому BMW X5M E70. Здесь у нас стоит номерочек СКР-18 на 97 регионе. То есть номерочек, в принципе, хороший. И мне повезло эту машину купить за 2,1 миллион. И продал я ее, как вы видите, за 3 миллиона. И прибыль моя составила 900 косарей. Ну а здесь я купил гольф по дешману за 900 с чем-то косарей. Смог продать за 1,3. Но на этом не будем зацикливаться. Вот я хотел бы рассказать вам про этот кабанчик. Я не знаю, откуда он у меня вообще появился. Потому что, судя по номерам, я помню, что вроде похожие номера мне дали вместо денег. То есть один человек мне должен был 9 миллионов. И он решил отдать вместо денег машинами. Потому что денег у него не было. Он куда-то их профукал. Хотя я давал ему на развитие. Но вообще я этот кабанчик спустя месяц или два продал. Но я не знаю, как он у меня очутился вот сейчас. Просто вот у меня его, в принципе, то не было. То есть этот случай был где-то полтора года назад. И, соответственно, где-то в то же время я продал этот кабанчик. И вот буквально недельки 2-3 назад он у меня каким-то образом появился. Я не знаю точно, этот ли кабанчик или нет. Может быть другой. Но не будем так же зацикливать на нем внимание. Допустим, перейдем к Макларену 720С. Который я купил за 15,4 миллиона. И смог продать за 17,5. То есть на 2 миллиона я уже в плюсе. Очень хорошо. Но да, я действительно мог подождать пару месяцев, когда курс валют вырастет. Там 75 будет, может быть, 80. И тогда я смог бы продать этот Макларен, допустим, за 19. За 19,5. То, может быть, и за 20. И да, кстати говоря, с Пагандой такая же тема. Я мог продать ее где-нибудь месяца через 2, через 3. А то вообще даже и через год. И, возможно, я смог бы ее продать где-нибудь в районе за 150, за 160 миллионов. Но я не стал ждать. Потому что я сейчас охочусь за Агера. И мне нужны деньги. Потому что я купил Пагани. И мне уже стало не хватать на Агеру. Также Раптор я за 2,7 продал. Купил где-то за 2,2. То есть у меня вообще все на листочке записано. Какую машину, за сколько я купил и за сколько продал. И чуть позже на экране я выведу список, сколько я ушел в плюс и на каком сервере. Ну а дальше перейдем к Ауди С8. То есть у меня их тут 2. То есть здесь вот тюнинга примерно на 1 миллион. Тут, по-моему, поменьше. Да, здесь на 850 косарей. И эту я продал за 5 миллионов. А эту за 5100. И эти 2 удюхи я покупал за 4 и 4 миллиона. Ну а на этом все. Лайкомат вы знаете где. Также не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем пожелаю большой удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok